здравствуйте друзья доброе утро вторник что сказать тут вопросы несколько человек сразу говорят вот выскажитесь по поводу там значит выдворение российских дипломатов ну здесь пишет что это не вообще дипломаты а именно разведчики конкретно то есть как бы шпионская так хоть сеть они в принципе знают и кто из них там чем занимается но ну не суть вот чего с этим вот я не знаю почему вопрос это так кого-то сильно волнует потому что вот я живу тут вы живете там еще где-то ну как это нас с вами может касаться ну закрыли правда консулат в сиэтле а до этого вы знаете может быть обращали внимание закрыт был консулат в сан-франциско то есть на этом берегу не осталось консулатов и если нужно визу там или что-то такое куда-то пойти живьем то вот может быть сложнее стало тем тем кому надо я не знаю кому надо ну допустим кому то надо соответственно но может быть граждане российской федерации которые здесь проживают им им зачем-то иногда надо есть некоторые неудобства конечно когда сокращают количество там консульских работников когда начинаются сложности там с получением виз это еще как-то сказывается на вот на нас на всех кто ходит там иногда визы получает что касается численности там агентуры разведчиков там и так далее я не как на нас это скажется но я искренне верю что политические вопросы серьезные не решаются на уровне публикации там в сен-н там и фокс-ньюз или я не зато но вообще публикации вот такой вот публичной такой политики которая в новостях которую все ли там люди ходят обсуждают о как мы там и это не это не там решается все поэтому мы не знаем правда я не знаю вы не знаете что на самом деле зачем стоит и не знаю честно тут вот если так на официальном уровне то и на республиканской стороне и на демократической стороне вот хвалят там трампа который действительно за несколько дней до решения о том чтобы выдворить там 60 человек российских дипломатов и закрыть консулат до этого он поздравлял путина там с переизбранием и его за это там осуждали вот как как можно вообще вообще неприлично как-то а сейчас пишут что он возглавил возглавил западный мир вот в этих самых в резком ответе на отравление бывших этот человек агентура то есть изменник родины там как его там не знаю квалифицирует вот и вот он возглавил чем он возглавил но вот если англия 23 человека выдворила то он сразу 60 еще консулат закрыл там некоторые страны по одному там по два а тут вот сразу раз вот он возглавил ну и его хвалят но может быть ему хотелось чтобы похвалили потому что безусловно это не не в том русле в котором мы трампа знаем и что вот он чтобы ему хотелось там чего-то делать наоборот он он как бы знаменит именно тем что абсолютно не в состоянии проводить независимую какую-то такую американскую политику когда речь заходит о путине российской федерации так далее он очень странно себя ведет и как было вам бы с удовольствием там и санкции вы все отменил и там все остальное но как-то вот видимо есть давление с той стороны и почему так это тоже отдельный вопрос я не знаю я не знаю вы не знаете никто не знает есть миллион спекуляций там что-то они о нем знают или шантажируют или он их боится почему-то я не я не знаю может быть он искренне так вот не не понимает там чего-нибудь такого чего другие понимают не знаю в общем я бы на месте вот людей которые этим сильно интересуются я бы этим сильно не интересовался то есть безусловно есть какие-то неудобства еще раз там при сокращении количество консульских работников вот это единственное что на самом деле может сказаться как-то вот я понимаю что некоторые говорят вот если в целом идет какое-то обострение отношений ухудшения отношений то может быть скажется еще и на том что вы скажем не будут давать визы или некоторые там с ужасов это вдруг теперь там исключат вот нашу страну из участия в гринкарт лотереи давайте нет нет никакой связи то есть гринкарт лотерея не проводится на основании того какие страны для нас дружественны никакой связи нет там есть масса крайне недружественных стран которые участвуют в лотереи ничего страшного то есть как бы на на уровне граждан поэтому правда я я бы не стал так сильно уже обращать на это на все внимание там это большие люди большие игры большая политика мы мы не знаем и наверное никогда не узнаем это не то чем они на самом деле делится с нами да то есть это игры какие-то вот наверное и все то есть мне совершенно не хочется обмусоливать что там в прессе об этом пишут я бы не обращал внимание то есть мы я и так не обращаю и надо сказать что никто особо не обращает я я не вижу ну ну пишут да вот пишут где-то так она проходит не нет ни первыми не самыми главными новостями хотя могу могло бы быть и поглавнее в том смысле что особо новостей то нет понимаете вот такая странная ситуация что-то вообще нет особо новостей но но даже при этом вот на этом фоне как-то это все не занимает таких главных полос там и так далее никто не обращает и мы с вами давайте не будем обращать счастливы а